И прежде всего мы понимаем, что отрывок из «годы» нельзя понимать буквально. И это не является о том, пришел Мессия или не пришел. Здесь говорится о том, что Мессия, и я верю, что этот Мессия Ешуа всегда готов прийти нам на помощь, и что он несет на себя немощи и болезни, страдают, раны, то есть в еврейском понятии и проказы тоже, прокаженные страдающие Мессия. И когда он готов прийти нам на помощь, когда мы позовем его. И этот день называется сегодня. И этот день сегодня, когда бы не был, то 2000 назад, что сегодня, и если даст Бог еще через 100 лет, Мессия не придет, то тоже будет сегодня. Потому что это актуально для каждого из нас. И это говорит о нашем спасении, о готовности Ешуа, Мессия, прийти. Но не о том, пришел уже или не пришел Мессия. Тогда вмешался король наш государь. Если Мессия родился в день разрушения храма, от которого произошло уже больше тысячи лет, ну в то время тысячи лет, сейчас уже почти две тысячи лет, и все еще не пришел, то как же он придет? Ведь не может же человек жить тысячу лет. Я ответил ему, условия были, что я не буду спорить с тобой, и ты не будешь вмешиваться с диспутом. То есть не лезь не в свое дело, царь или король. Он довольно грубо ему отвечает. Ну, если ты хочешь говорить, я тебе отвечу. Были же люди среди первых адамов, усовел живший около тысячи лет, Илья и Енов, более того, ибо жизнь от Бога. Он сказал, где же он сегодня? Я сказал, а это не относится к диспуту, я не буду отвечать тебе. Ну, может, ты найдешь его во вратах Толедо, если пошлешь туда из гонцов своих. Сказал я, шутя. Тогда все встали, и король назначил день продолжения диспута на следующее воскресенье. Через неделю второй день диспута. Помните, диспут продолжался три дня. Второй день пришел король в одну из городских церквей, где собрались все жители города, евреи и неевреи. Были там также епископы и духовенства, богословы и миноритов и проповедников. Минориты – это францисканцы. Тот человек поднялся, чтобы говорить. Опять-таки Пабло, помните? Пабло или падло-христиане, да? Я сказал королю, задаю нашему. Государь мой, выслушай меня. На край сказали, пусть говорит он раньше, ведь он же истец. Я сказал, позвольте мне пояснить свое мнение о Мессии. Я смогу затем разумительнее отвечать на остальные ваши вопросы. Я встал и сказал, слушайте все народы. Брат Пабло спрашивал меня, пришел ли уже Мессия, о котором говорили пророки. Я сказал, что он не пришел. И привел одну из книг о годы, где говорится, что в день разрушения храма родился Мессия. Я тоже сказал, что в это не верю. Но тем не менее, сказали там, подтверждают мои слова. Теперь же я объясню вам, почему я сказал, что не верю в это. У нас есть три разновидности книг. Это очень важно. И это интересно. Помните, три части. Это что? Тора, да? Тора, пророки и Писание. Они составляют Танах. Кроме того, есть у евреев Медраши различные, то есть комментарии. И есть другие, другие книги. То есть у нас есть три разновидности книг. Первая – это 24 книги, называемые Библией. В нее мы все верим безоговорочно. Почему 24, а у вас сколько? 39, да? Ветхий Завет Танах. Потому что 12 пророков – это одна книга. Первая и вторая царств – это одна книга. Третья и четвертая царств – это тоже одна книга. И первая и вторая Пиуменон – это тоже одна книга. Чтобы вы понимали, что у еврейских они как бы объединены. Несколько книг объединены в одном. Итак, первая – это 24 книги, называемые Библией. В нее мы все верим безоговорочно. Согласны? Все. И христиане, и иудеи. Вторая разновидность – это Талмуд. Он является толкованием заповедей Торы. Итак, по Нахманиду – определение Талмуда – толкованием заповедей Торы. Еще раз говорю, что это не есть теологическое исследование. Это толкование заповедей Торы. В Торе имеется 613 заповедей, и нет ни одной заповеди, которая осталась бы не разъясненной в Талмуде. Мы верим в его толкование заветов. Есть у нас еще третья книга, называемая «Мидраж» или «Сермонис». «Сермонис» означает «проповеди». «Мидраж» – помните? Это что? Исследование, расследование. Да? Или «Сермонис» – это «проповеди». Ну, например. Это очень хорошее и интересное определение, как приводит пример «Мидраж». Что такое «Мидраж». Если кардинал выступит с проповеди, а кому-нибудь из слушателей она понравится, он ее запишет. Если кто-то верит в эту книгу, хорошо, но кто-то не верит, и это ему тоже не повредит. У нас есть законы учителей, которые писали, что Мессия родился незадолго до того времени, когда он придет вывезти из пленения. Поэтому я не верю, что книга говорит, что Мессия родился в день разрушения храма. Мы эту книгу называем «Агада», то есть «Арасионамента» по-итальянски, повествование «Агада», сказки, сказания. И так он говорит, что есть «Мидражи», это более такие комментарии теологические. Если кто-то читает проповедь, помните «Драж» проповедь, комментарии, и очень эта проповедь понравится, ее записывают. Получается «Мидраж», а есть «Агада», то есть сказки, сказания. Правда, достоверность «Мидража» выше, чем «Агады»? Но правда, что достоверность Торы выше, чем «Мидража»? Безусловно. Иными словами, это то, что люди хотят рассказать друг другу. Однако я приемлю в буквальном смысле, как вы хотите, ибо оно явное подтверждение моих слов. «Ваше Ишуне Мессии, ибо Он не родился в то время, в которое речь идет об Агаде». Еще надо сказать, что в отношении самых книг Танаха, у ирреев ортодоксальных тоже есть как бы кородация. Когда мы говорим «Все Писание богодохтовенно и полезно», вы знаете, да? Говорится о всем Писании. Говорится это о Новом Завете. Мы можем распространить это на Новый Завет, но когда писалось, это говорилось о Танахе. То есть, все Писание богодохновенно. Одинаково ли оно богодохновенно? Я верю, что одинаково. Но еврейские равенны говорят, что наибольшим авторитетом и богодохновенностью обладает Пятикнижие или Хумаш. То, что говорят Тора в узком понимании этого слова. Меньшим авторитетом – пророк. А еще меньшим – Писание. И что интересно, что книгу Даниила относят не к пророкам, а к Писаниям. По какой причине? Ну, кто-то из нас усомнится, что Даниил – пророк. Но, оказывается, они говорят, Даниил был не пророк, а сновидец. Ну, извините, да, Самуила тоже называли, что он хозе, предсказатель, да, а не пророк. Нет, не в этом дело. А дело в том, что в Даниила абсолютно точно указано, ну, не с точности до года, но, по крайней мере, период времени, когда таки придет Мессия. Правда? По этой причине ее отнесли к наиболее удобной части. Вы знаете, я очень мало, я искал еврейских таких атаксальных комментариев на Даниила. Очень мало. Очень мало комментариев на Даниила. Христиан сколько хочет есть. Евреи, как будто эту книгу стараются обходить стороной. Ну, так, послушать приятно, как там Даниил постился, вроде как сказочка, что его к львам бросали и так далее. Но, когда речь идет о серьезных предсказаниях Даниила, то тут они стараются все это дело как-то спасать. Хорошо. Продолжает дальше автор Нахманит. Ты же, Государь, задал мне вопрос лучи их. Ведь не бывает, чтобы человек жил тысячи лет. А теперь поясню мой ответ на твой вопрос. Вот Адам жил тысячи лет без семидесяти. И Писание явствует, что умер он по своей вине. Если бы он не согрешил, то жил бы намного больше и вечно. А как евреи, так и неевреи все согласны, что в одни Мессии прекратится грех Адама. Следовательно, если в одни Мессии прекратится грех у всех нас, то сам Мессия полностью свободен от него и сейчас. И Мессия может жить тысячу и две тысячи лет или вечно. Так ведь и Псалом говорит, он просил у тебя жизни. Ты дал ему долгоденствие навек и навек. Это ясно. Еще ты спросил, Государь наш, где находится Мессия. Из Писания видно, что Адам пребывал в Эдемском саду, который на земле. Когда же он согрешил, выслал его Господь Бог из сада Эдемского. Точно так же говорят мудрецы в Агадаху, памятных мною. Сказал король, но ведь вы говорите в той Агаде, что он в Риме. Я сказал ему, я не говорил, что Мессия пребывает в Риме. Я сказал, что в такой-то день его видели в Риме. Ибо пророк Илья сказал тому мудрецу, что он... Это, кстати, не в Риме было, а где? В Иерусалиме. Что он там найдет в тот день, и его видели там. А почему его видели там, так же объясняется в Агаде. Но я не хочу говорить при этом при большом скоплении народа. Я хотел сказать им, что говорится в Агаде, что Мессия пробудет в Риме до тех пор, пока не разрушит его. Как это было с нашим учителем Моисеем, который вырос во дворе фараона, а затем расправился с ним и потопил весь народ в море. И с вашим Римом то же самое будет. Но он посещался это говорить при публике. А то бы на этом диспутсе закончился, правда? Как сказано в Хераме цариотирском, я извлеку из среды тебя огонь, который поживет тебя. В этом также смысл того, что говорил Исаия. Там телец спастись будет, там он будет лежать и вертви его портить. В Греке Галахот сказано, в ту пору человек скажет своему другу, хочешь у Рим со всем достоянием за пруту? Это очень мелкая монета. А тот ответит, не нужен он мне. Она, мне он нужен, этот Рим, да? И вообще, зачем мне деньги нужны, когда буду царством Божьим? И все это я сказал королю наедине. Итак, очень важный вопрос о Грехе Адама, правда? Мы уже говорили о Грехе Адама. Я задал вопрос, согласны ли со мной, что Грех Адама прекратится в эпоху Весии? Ответил наш государь Ибат Пабло. Да, но только не так, как ты думаешь. Ибо раньше всех отсылали в ад, доказание за то Грех. А в одни Мессии Иешу он прекратился. Ибо Иешу искупил своей смертью первородный Грех и вывел их из ада. Вас что верят сейчас мормоны? Мормоны верят, что Иешуа искупил первородный Грех всех людей. Независимо от того, покаятся эти люди или нет. А вот грехи их личности Иисус снимает при покаянии. Такое отступление. Я сказал в ответ. У нас говорят, хочешь, солгат, удалить свои свидетели. Много всяких наказаний предупредено Адау и Еве. Проклята земля за тебя, терн и волосцы произрастет она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Ибо прах ты и прах возвратишься. А также и женщине в болезни будешь рожать детей. И все это существует и сегодня. Все видимое и ощутимое не искупилось в дни вашего Мессии. Зато ад, о котором ничего не написано, вы говорите, что он искупился, потому что никто не может проверить. Пошлите кого-нибудь из вас, пусть придет она и скажет. Сходите в ад и в том объясните, так это или не так. А кроме того, не может быть у Бога такого неправосудия, чтобы праведные попали в ад за грех Адама и их праотца. Помните, мы говорили, опять-таки, вопрос о первородном грехе. Значит, что такое первородный грех? В одном понимании первородный грех, что если Адам был безгрешен и вошел в грех мир, то вошла смерть. Женщина стала рожать в муках, начали расти сорняки вместо помидор. Раньше пропалываешь, если пропалываешь помидоры, то хоть бы один сорняк попался. Нет. А теперь наоборот приходится, правда? Так как мы этого не видим, то, следовательно, первородный грех не прекратился. С другой стороны, вы говорите о первородном грехе, что родившийся человек во грехе родился, и во грехе родила мать его. Кстати, лично я считаю, что этот псалом относится непосредственно к Давиду. Это мое личное мнение. А не к тому, что все люди рождаются во грехе. Потому что, если говорить об иудейском, еврейском понимании, то отношения между супругами святы. И ребенок рождается не во грехе. И ребенок рождается праведником. А вы помните, что отец Давида даже не считал его своим сыном. Когда попросили привезти всех его сыновей, то привели. А потом уже вспомнил, что кто-то там еще бегает. То есть, скорее всего, Давид был не сыном, я не скажу, что он совсем незаконным сыном, но он был не сыном жены, а сыном, может быть, наложницей. Правда? Вот поэтому и сказано, что во грехе родила меня мать моя. Говорил непосредственно Давид о себе. Я не думаю, что каждый человек рождается во грехе. Мы уже говорили об этом положении. Что говорит о первородном грехе? Католическая традиция. Вот что она говорит. Святое крещение есть основа всей христианской жизни. Ворота жизни в духе. Вита спиритус янила. И дверь, открывающая доступ к другим таинствам. Крещением мы освобождаемся от греха и возрождаемся, как сыны брожьи. Мы становимся членами Христа, воплощенными в церковь, и участниками ее миссии. Крещение есть таинство, возрождение водой и словом. Правильно это я? Младенец, которого покрестили, оказывается, становится освободным от греха, возрождается, как сын Божий. Он вообще не понимает, что с ним делали, но он уже возрождается, как сын Божий. Тайна сия великая есть. И называется таинство. Я лично верю, что если человек покаялся, и он рожден как сын Божий, и он закрепляет этот акт, именно по вашим погружением. Но нечестився, никакое погружение не отчищает от греха, ни в взрослом, ни тем более в младенческом возрасте. Если говорить, что ребенок рождается грешником, то тогда крести его, и не крести он все равно в ад пойдет. Правильно? Я лично верю по еврейской традиции, что ребенок рождается праведником. Но когда Ецер Гара, помните, мы уже говорили об этом, ведет в нем решающую роль, он становится, безусловно, грешником. И тем более, таинство возрождения водой и словом никакого не происходит. Но, вы сами понимаете, крещение православное, катехизис Филарета, крещение из таинства, в которое верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца, Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной и возрождается святым в жизнь духовную святую. А потом вырастает и становится вором и убийцей, да? А если ребенок умер, то он уничтожен? А? Если ребенок умер, то он уничтожен? Ну, и умер, и умер. Какая разница? А если еврейский ребенок умер необрезанный? И куда он идет? Я думаю, что если ребенок ничего плохого не сделал сознательно, он идет в рай. Безусловно. Вот. То есть, естественно, видите? То есть, совершенно другое понимание. Так что, ЕЦР ГАТО и ЕЦР ГАРА. Мы имеем свободную волю грешить или не грешить, и несем ответственность за свой выбор. Где это написано? Это написано в Бытие 4.7. Если делаешь доброе, то не поднимешь лица. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. И он лечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Если бы у Каин был грешником, если бы Каин был грешником, и он не мог противостоять своему ЕЦР ГАРА. За что его было бы наказывать? Как вы думаете? А? Тогда Бог бы сказал, ты, Каин, чтобы не согрешить, ты быстренько крестись. И таким образом мы твой грех снимем. Правда? То есть, что мы должны понимать. Вот. Есть греховная природа, и греховная природа – это то, что у евреев называется ЕЦР ГАРА. И то, что ЕЦР ГАРА превалирует на ЕЦР ГАРА, это мы прекрасно знаем. Другой вопрос – как преодолеть эту греховную природу? Хорошо. И говорится, хорошо, если ребенок-младенец за грех Адама попадает в ад, то у Бога не может быть такого неправосудия, чтобы праведные попали в ад за грех Адама и к прадца. Моя душа имеет такое же отношение к душе моего отца, как и к душе фараона. А за грех фараона моя душа в ад не попадет. Казнись за грех Адама во плоти, и плоть моя от отца и матери. И коль было предписано им, чтобы они стали смертными, то и потомки стали смертными по своей природе. То есть, мы не видим, что люди перестали умирать, мы не видим, что женщины перестали умирать в муках. То есть, просто, чисто, автоматически грех Адама не снимается. Что Иисус только пришел, и грех Адама снял своей жертвой. Если мы эту жертву не принимаем, никакое водное погружение, хоть сто раз погружайся, хоть борьбачи при этом, какие хочешь слова, это тебе не поможет. Так что, первородный грех – это не обреченность, это преобладание в человеческой природе злого начала, а не грех в обычном понимании. Поэтому, в данном случае, слово «грех» неправомерно. Грех – это что мы говорили? Это преступление, да? За преступление одного мы стали, что? Способными нести определенное наказание. Но это не значит, что за преступление Адама мы все попадаем в ад. Но дело в том, что очень трудно противостоять своему Ицархару. Это уже другой вопрос. Поэтому я говорю, что такой термин «первородный грех», во-первых, он не библейский, во-вторых, я не думаю, что он понятен евреям, тем более. И можем использовать в дискуссии. Стал этот человек и сказал, я приведу еще доказательства, что время Мессии уже прошло. Я сказал, Государь мой, послушай меня немного, наш закон истинной правосудии не зависит целиком от Мессии. Ты мне дорог больше, чем Мессия. Ты монарх, и он будет монарх. Ты монарх не еврей, и он будет царь израильский. Ведь Мессия не что иное, как монарх, плоти и кровь, как ты сам. А когда я служу твоему Творцу, с твоего дозволения в изнании, унижении, в рабстве, при посмеянии народу, который нас поносит всегда, мое вознаграждение велико. Ибо я из плоти своей возношу жертву всесожжения. И этим более удостаиваюсь жизни в предыдущем мире. Зато, когда будут властители израильские из моей веры властвовать над всеми народами, и мне придется волей-неволей оставаться в вере и иудею, у меня не будет столь большого вознаграждения. Основной предмет спора между иудеями и христианами заключается в том, что вы говорите нечто ужасное о божественной сусе. Ты же, государь наш, христианин, сын христианины и христианки. Ты всю жизнь слышал священников, миноритов, проповедников, говорящих о Рождестве Ишу. Они наполнили твой мозг с рассуждениями об этом, вплоть до того, что все это утвердило себя в силу привычки. Однако то, что вы верите, а это основа вашей веры, не приемлет разум, что Бог, Создатель Небес-Земли, превратился вплоть в утробе какой-то еврейки, пробыл там 9 месяцев, родился младенцем, затем вырос, а впоследствии был предан в руки своих врагов, которые осудили его насмерть и умертвили, после чего, как вы утверждаете, он ожил и вознесся на небо. Все этого не приемлет разум. Это противно природе вещей. Пророки никогда такого не говорили, да и чудо не может распространиться на это. И я покажу убедительными догадами в другом месте и в другое время. Этого не стерпит разум иудея и никакого человека. Ищетно вы говорите все, что вы говорите, ведь в этом же вся суть нашего спора. Но мы поговорим и о Мессии, как вы хотите. То есть видите как? Говорили, говорили целый день, еще полдня, о том, Мессия пришел и не пришел. Потом до них дошло, что суть-то, собственно, не в Мессии, а в том, что является ли Ишуа Богом. Да? И это самое главное. Я верю, что Ишуа Мессия, и многие верят, что Ишуа Мессия, и есть люди, которые называют себя свидетели Иеговы, они верят, что Ишуа Мессия, но они не верят, что Мессия – это Бог, да? Что Иисус – это Бог. Итак, Ишуа – Бог или не Бог? И мог ли Бог родиться плотским методом, да? Через Дух Святой, а через утробу женщины, да? Родиться во плоти. Я лично считаю, что более правильный предъявленный – не родился. Когда мы говорим родился, мы говорим о физическом рождении, да? Кто-то не жил, его не было, затем он родился. Но Ишуа Мессия, он что? Он был, существовал и всегда, потому что если Бог, значит, он был всегда, да? Но когда мы говорим родился, сейчас сказать правильнее – вочеловечился или воплотился, потому что он и до этого существовал. Но родился в физическом теле. Или воплотился в плоть. Или вочеловечился, то есть стал человеком. Как же это представляют иудеи и мусульмане? Вот мусульмане говорят, что Бог плотски должен был зачать Иисуса. И говорят, что это абсурд. Богу действительно незачем было вступать в половой акт с женщиной. Кстати, сейчас вышло новое трактование насчет рая. Оказывается, в рай, в раю мусульманском, никаких гурий женщин не будет. Оказывается, праведники будут есть виноград. Потому что одно и то же слово было переведено как «женщины». То есть праведники там будут наслаждаться красивыми женщинами. А в действительности праведники будут виноград кушать. Чтобы вы знали. Так что ошибались в мусульмане. Насчет этого. Итак, как Бог мог совестить в половой акт с женщиной? Именно поэтому говорится, что Мириам, мать Яшива, была девушкой до самого рождения, а зачала от Духа. Правда? Она не от Бога, который, подобно Зевсу или какому-то там быку там и другому, совершил половой акт с женщиной. Она родила от Духа. И это совершенно другой процесс. Когда Дух Божий вошел, и так же, как было, помните, Адам. Адам был из глины, да? Да? Дух Божий вошел и нечто сделал. И глина стала живой душой. Как вы думаете, это большее чудо или меньшее чудо, чем зачатие ребенка у женщины? Я думаю, что это большее чудо. Собрать кусок грязи, вдохнуть в него нечто, да? Если Бог сделал первое, то тем более Бог может сделать второе. Каким способом? Духом Святым. Естественно, не половым актом. Вот. Между Ешо и Адамом была существенная разница. Адам был сотворен. То есть, он не существовал как личность до своего рождения. Ешо существовал, существует и будет существовать. Потому что имя Бога – Ахаве, сущий, да? Который существует вечно. Но в физическом смысле он имел такую же природу, как мы. Если его кто-то ударял, он чувствовал бой. Он кушал как с нами. А в туалет ходил? Ходил. Ну, у него запора и подосов не было. Я в это верю. Правда? Ну, что? Он был человеком. В полном физическом смысле он был человеком. Безусловно. Вот. И вы знаете, что есть такие вещи, которые служат иллюстрацией вот такой двойственной природы. Вот свет – это волна или частица? И волна, и частица, да? Говорят, кванты света – это говорят о частице. Но и говорят о длине волны света. То есть, свет – это одновременно волна и частица. Вот если говорить о том, что Бог единый, да? И каждая часть Бога может представлять полностью самого Бога. Если мы возьмем, разоврем фотографию, что у нас будет? Две фотографии. Одинаковые они у нас будут? Две половинки фотографии. Ну, вот есть такой интересный способ – голограмма. Слышали, может быть? Вот если голограмма – это способ записанной информации на пластинке фото, если ее облучить лазером определенной длины волны, под определенным углом, мы получим объемное изображение. Несмотря на то, что пластинка сама плоская. Если эту пластинку разорвать на две половины, знаете, что получится? Два таких же самых одинаковых объемных изображения. Не получится на две половинки изображения. Они будут только меньше размера и меньше в деталях. Но они будут абсолютно идентичны друг к другу. Таким образом, есть еще интересные сведения, что оказывается в непорочное зачатие и верили ортодоксальные евреи. Во время Ишуа. Это я вам опять привожу комментарии. Если вы уже изучали вот эти Евангелия, помните? Евангелия, которых… Да, это лекции Джона Фишера. Разбор Евангелий. Я ссылаюсь. Разбор Евангелий в свете еврейского менталитета. Ну, я еще тут дал некоторые свои соображения и комментарии. Помните Моисей? Моше. И Моше является прообразом Мессии. И в первом веке нашей эры, когда жил Ишуа, существовали легенды в отношении рождения Моисея. Интересно, что в ранних Медрошах, которые пользовались в том веке, комментируя рождение Моисея, рассматривая фразу «Бог знал», это фраза из Медроша, которые на иврите имеют то же смысловое значение, что и половые отношения между мужчиной и женщиной. Значит, говорят так, Медроша, что когда фараон издал приказ топить младенцев, то отец Моисея и мать Моисея, они прекратили половые отношения. Но, опять-таки, это Медроша, это не Тора. Но я говорю, что в это верили и об этом говорили раввины. Несмотря на это, Бог знал или познал, или узнал «яда», «ют далет айн». Это слово имеет очень широкий смысл. Он знал, имеется глубокое знание в виду, навык, привычка, он умел, а также он познал, употребляется для интимных отношений. Поэтому, если рассматривать этот Медрош, получается нечто вроде того, что Бог познал мать, да? И родился Моше. Мать Моше и родился Моше. Вот мы знаем, что, например, познал Авраам жену свою. Таким образом, ранние еврейские комментаторы высказывали предположение о сверхъестественном рождении Моисея. По крайней мере, традиция объясняла рождение Моисея как рождение бесполовых отношений. Ого! А оказывается, в первом веке евреи ортодоксально в это верили, а потом почему-то перестали верить. Как интересно, да? Помните, обезьяну долго за банан били? И у них уже появилась первая такая традиция, все, что относится к христианству, сразу отвергать. Да. Дальше интересно место. Что в Талмуде, как и в Медорше, написано, что во время Моисея на месте, где происходило само рождение, было много света. И это напоминает историю с Вифлеемской звездой. Помните, когда родился Ишуа? Кстати, я считаю, что Ишуа не родился в первом году нашей эры. Так, как считают, я считаю, что это событие произошло раньше. Потому что есть астрономические такие вещи, которые могут говорить, что это произошло либо в седьмом, да, либо в четвертом году до нашей эры. Когда созвездия располагались особо образы и планеты, создалось впечатление, что зажигалась звезда, которая была видна днем. Это мнение Мень придерживается, я тоже так считаю. Итак, во время рождения Моисея на месте, где происходило само рождение, было много света. И это напоминает о свете Вифлеемской звезды. Талмудическая история также свидетельствует о том, что родители Моисея не только воздерживались от половых отношений, но даже развелись на этот период времени. Так как эти люди были либерами в Израиле, то весь Израиль последовал их примеру. Однако по Талмуду Мирьям убедила родителей не разводиться, то есть это не Мирьям. Мирьям звали? Как Мань Машей звали? Мушей. Да. Тоже Мирьям, да? Вот видите, как вышло. Значит, Мирьям убедила родителей не разводиться, и они снова пожелились. И теперь, когда брак был восстановлен, Моисей стал первенцем, хотя у него был старший брат Аарон. Интересно. Оказывается, Моисей тоже назвал первенцем. Потому что они развелись, и в этом новом браке, после того, как они обратно поженились, Моисей оказался первенцем. Это конец цитаты из Фишера. Теперь продолжаем о том, чем говорили спорящие. «Сказал брат Павла, и ты поверишь, что он пришел?» Я сказал, нет. Я верю и знаю, что он не пришел. Никогда не было человека, который говорил бы о себе, или говорили бы о нем, что он Мессия, кроме Ишу. Но невозможно поверить его мессианство, потому что пророк говорит о Мессии, что он будет владеть от моря до моря, от реки до концов земли. Ишу же не было вообще никакой власти, ибо при жизни он сам был гоним врагами и скрывался от них. Позднее же он пойман был и не мог спасти сам себя. Как же он избавит весь Израиль? Помните, коренной вопрос. Если ты Мессия, что? Спаси себя и нас. И так как Ишуа себя не спас, то следовательно, что? Он не Мессия. Да и после смерти не было у него какой власти. Ведь владычество Рима не от него, потому что Римская империя властвовала над большей частью мира еще до Ишу. Зато после принятия его веры она потеряла много государства. Да и сейчас у ваших врагов Магабетан больше власти, чем у вас. К тому же пророк говорит, что во дне Мессии не будут больше учить друг друга, брат, брата, говорить, познайте Бога, ибо все сами будут знать меня. Помните, мы говорили уже потом отрывки. Раз мы этого не видим, то значит Иисус, что? Не Мессия. Не Мессия. Иисус не имел власти, Иисус не спас себя, Иисус не установил мира на земле. Да, и еще люди говорят друг другу, познайте Бога. Стал быть, Иисус не Мессия. Так мнение Рамбана. Еще говорит пророк, ибо земля будет наполнена ведением Бога, как воды наполняет море. Еще сказано, перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпи, и не поднимет надрод на народ меча, и не будут больше учиться воевать. Но одни Иешу и поныне столько войн, и весь мир полон насилия и грабежа, а христиане проливают крови больше других народов. Как же трудно будет тебе, государь мой, и вот этим ратникам своим, если не будут больше учиться воевать. А еще говорит пророк, и жезлом уст своих поразит он землю, а в Агаде, который держит брат Павла, а брат Павла все со своей Агадой. У вас есть, видели, в библиотеке есть такая Агада? Книжечка, почитайте, очень интересно. Вот, и, да, который держит брат Павла, говорится, скажет мессия и властитель, такое-то государство запуталось против тебя. А он скажет, да нагубит его нашествие саранчи. Скажет ему, такая область не подчиняет тебя. А он скажет, нашествие диких зверей истребит его. Ничего подобного не было у Ишу. Вы же, рабы его, предпочитаете идти в наступление на врагов своих. У вас рать вооруженная, а иногда и этого вам недостаточно. Еще я приведу множество доказательств и слова пророка, что мессия еще не пришел. Это является очень важным и коренным моментом, когда мы говорим о личности мессии. Отметьте, я прошу, чтобы вы записали. Что когда говорят о личности мессии, согласно еврейской традиции, мессия должен сделать три вещи. Какие три вещи должен сделать мессия? Освободить народ. А, освободить народ. Что еще? Восстановить народ. Так. Установить мир на земле, да? Восстановить свое царство, собрать народ Израиля, да? И установить мир на земле. Итак, первое, установить мир на земле. Второе, собрать всех евреев, эрец, Израиль. И третье, установить Божье царство на земле. Как христиане говорят про это царство? Тысячелетнее царство или миллениум. А иудеи также называют веком мессии. Век или эру мессии. И в эту эру мессии грех не будет владычествовать на земле. Потому что, по мнению еврейских мудрецов, не нужны будут жертвоприношения в храме, настанет мир и благоденствие. Христиане считают, что это будет потому, что дьявол будет тысячу лет скован, да? То есть, грех не будет владычествовать мессианскую эру. Я уже начал оговориться. Но так как мы этого не видим, да? То Иисус не мессия. Так, какая причина? Да, мы говорили, что причина такая, что здесь говорится только о половине характера мессии. Есть мессия страдающий, да? И есть мессия царствующий. И мессия страдающий пришел пострадать и искупить Израиль. Мессия царствующий придет для того, чтобы царствовать. Вот евреи говорят, если Иисус был мессией, то почему нет мира на земле? Почему столько преследований совершалось во имя Иисуса? Хорошо. Кто самый... Да, мы говорили, что есть еще иногда говорят о двух мессиях, да? Бен Иосиф и Бен Давид. Что о себе сам свидетельствует? И что, мессия он или не мессия? Он конкретно, конкретно о себе говорил, я есть тот самый Христос, да? И другие, которые встречали, например, Саварян говорит, я встретила мессия, то есть Христа. И побежал рассказывать. Да. Кстати, рабочный Ирсон, Менахам Мендел, он никогда не говорил, что он мессия, но он и не опровергал этого факта. Итак, это Иоанна 4, 25-26. Женщина говорит ему, знаю, что придет мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвесит нам все. Иисус говорит, это я, который говорю с тобой. Правда? Что же говорил сам Ишио об этой своей миссии? Установить мир на земле, собрать Израиль и создать царство. Говорил он что-то про это или не говорил? А я думаю, что говорил. И смотрите, это четко ответ. Мессия должен принести мир. У нас время есть еще, да? Да. Хорошо. Он отвечал, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Помните это слово? Некоторые говорят, что вот вы знаете, Иисус, Он такой нехороший, Он решил принести меч, всех перессорить друг с другом, невестку сыном и так далее, да? Поэтому, знаете, это серьезно. В действительности, Он говорит, вы считаете меня мессией, да? Правильно считаете. Но не о том вы думаете. Вы думаете, что я должен принести мир на землю. Но этого, по крайней мере, в ваше время не случится, да? Итак, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел, раздили человека с отцом его, дочь с матерью ее, невестку со свекровью ее, и враги человеку домашней его. Кто любит отца или мать больше, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь больше, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка в имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника в имя пророка, получит награду праведника. И кто напоит одно из малых сих, только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю, не потеряет награды своей. Матвея, 10 глава, 34-42. Помните, его ученики постоянно думали, ну когда ты наконец царем стадешь? И даже спорили. Даже мама там ходила, участвовала в этом, помните их? Он говорит, ну кто же сядет по правой, а кто сядет по левую руку, кто главнее будет в царстве вашей? Говорит, Зузский, не о том вы думаете, не будет мира на земле, наоборот, еще хуже станет, правда? Потому что еще и за меня будут спорить многие, и за ваши, и вас тоже за мое имя, то есть из-за меня будут гнать. И это было сказано, кстати, евреям, да? И будут страшные гонения. И тот, кто поможет вам, не потеряет своей награды. Так что не думайте, что будет очень хорошо. Иешуя честно предупреждает учеников, что его приход на земли не принесет ожидаемого мира. Он предупреждает их, что разделение между близкими усилится, что люди будут предавать друг друга на смерть, родители детей, дети родителей, усилятся скорби. В то же время люди будут испытаны, помогая друг другу или предавая друг другу. В зависимости от обстоятельств, да? То, как будет выдерживать эти испытания. При этом их выбор будет свободен, но потом будет суд, который оценит все, что сделал человек. Как это не похоже на идею тысячелетнего царства, правда? Но Иешуа сам об этом говорит и предупреждал. И, идя свой последний путь на Голгофу, он говорит, Иисус, обратившись к ним, сказал, «Щери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о детях ваших, ибо приходят дни, которые скажут, блаженный неплодный и утробы не родивший, и сосы не питавший. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас». От Луки 23, 28, 30. То есть, из-за меня и после меня будет еще хуже, и еще больше усилится гонение. От Матфея 10 глава, 21-22 стих. «Придашь брат брата на смерть, отец сына, восстанут дети на родителей и умер от их, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Вот есть такое выражение «лэшэмма», во имя чего, или «из-за чего», или «из-за кого». Это типичная еврейская формыжовка, которая переведена греческими буквами. Помните, об этом вас тоже Фишер учил? Действительно означает, что «из-за меня» вас будут прибивать суду. «Из-за меня», «из-за имя мое», претерпевшись до конца, спасется. От Матфея 24 глава, 9-13 стих. Я не буду подробно зачитывать. И от Иоанна 15 глава, 18-21 стих. Еще тоже запишите. Итак, цитаты. От Матфея 10 глава, 34-42, Луки 23 глава, 28-30, Матфея 10 глава, 21-22 стих. Матфея 24 глава, 9-13 стих. И Иоанна 15 глава, 18-21. Это, кстати, прямое опровержение так называемой теории преуспевания. Прими Иисуса, и все будет хорошо. Будешь иметь машину, жену, породистую собаку, будешь ездить, летать на самолетах и всячески преуспевать. Правда? А от Иоанна 16,2. Еще серьезнее сказано. 16,2. «Изгонят вас из синагог, то есть из домов собраний, и даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Это было и по отношению к христианам, которые истинно любили Иисуса. Но это характерно и для евреев. Правда? Убивали евреев и думали, что истина служит Богу. Итак, второй вопрос. Итак, насчет мира разобрались, да? Второй вопрос. Почему Ешуа не собрал народ Израиля из России? Что же сам отвечает Ешуа на этот вопрос? Видите, когда мы не разбираем в этом контексте еврейских традиций, мы думаем, что это просто Иисус говорит о будущем, что будут, ребята, времена тяжкие. Но здесь Он как это говорит. Почему? Вот я Мессия, да, и это так. Но почему? Вот вы думаете. То-то, то-то и то-то. И все ответы на все три вопроса. Итак, второй вопрос. Почему Ешуа не собрал народ Израиля из России? И Он говорит Сам, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями, побивающий послы из Тебя, сколько раз Я хотел собрать детей Твоих. Да? Собрать Израиля. Это то, что Добро избил, сделать Мессия. Как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. И вот остается вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. А это конкретно, если взять Сидур и посмотреть благословение, это благословение, которое идет по отношению к Мессии. Мессии. Именно к Мессии. Итак, видите, да, благословение, когда приходит Мессия, придет Мессия, каждый должен будет произнести это благословение. Согласно Сидуру. Итак, хотел Иисус собрать всех? Да. Почему? Говорит, вы сами не захотели. Вы сами Меня не поверили. А то вы уже были собраны. Итак, здесь две мысли. Я хотел вас собрать, но вы не приняли Меня, Сына Божьего. Я живой Бог пришел к вам, но вы не узнали Меня. Я больше, чем храм, но вы изгнали Меня. Поэтому Шехина покидает храм. Дом ваш будет пуст. Бейт – это значит храм. Да? Шехина покидает храм. И вы не можете собраться сюда, потому что вы не узнали Меня. Пришел к своим памяти, и свои его не приняли. Но Он все-таки говорит, я же все-таки сделаю это. Когда? Когда вы будете готовы. Когда вы воскликнете, да? Добро пожаловать в благословенный грядущий во имя Мессии. Ответил Он на это? Да. Ответил на это. Хорошо. И помните, что ученики говорили по этому поводу. Это от Луки 24 глава 17-21 стих. От Луки 24 глава 17-21 стих. Когда шли ребята из одного города в другой, и шел с ними Иисус. Один говорит, ну, что ты знаешь об этом Иисусе? Да, сказал их Иопа. Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о прошедшем его дни? Сказал им, о чем? Они сказали им, вот что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, слове перед Богом и всем народом. Предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть. И распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Да? А он не оправдал оказанное ему нами высокого доверия. Не оправдал. Ну, вы помните, с чем это закончилось. Правда? И третий вопрос о царстве. Они ему задавали буквально до самой последней минуты, пока он уже возносился в небо. Да? Помните? И даже в Деяниях об этом повторяется. «Посему не сойдет, спрашивая, говоря, не в сьё ли время Господи восстанавливаться царство Израиля?» Деяния 1.6. Это пересказ последних стихов книги Луки. Помните? Деяния. И Луки – это одна книга, да? Деяния – это продолжение. Евангелие от Луки. И что ответил Иисус? Не ваше дело. Довольно грубый ответ, да? Не ваше дело, ребята. Ваше дело – проповедовать благую весть о Царстве Божьем, о спасении, обо мне. И очень многие христиане будут смущаться этими ложными попытками познать великую тайну Божью. Сколько раз объявляли о конце света? И при вас тоже, да? И еще сто лет назад, и еще раньше. И продолжается это. Но пока все не исполнится, Ишуа не придет. А вот когда он придет, вот эти все три вещи, да, произойдут. И соберет Израиль, хотя Израиль уже существует как государство. Но знаете, что больше все-таки американских евреев живет в Америке, чем в Израиле. То есть не очень сильно хотят евреи собираться в Израиль. И Ишуа соберет их. И он установит Царство Божие на земле. И греха не будет больше. Но мы видим, что Ишуа не оправдал ожиданий современников. Хорошо. Итак. Нахмонит говорит, что Иисус не имел реальной власти на земле. Он не мог спасти самого себя. И даже после смерти он не имеет власти. Потому что Рим вместо того, чтобы помолиться Иисусу, и все враги Рима побегут, да. Что они делают? Снаряжают войска, снаряжают крестовые походы, а сарациты их регулярно разбивают. Поэтому царства нету. Завобил тот человек, сказал. Вот, вот, вот он вечно так со своими длинными речами. А у меня есть что спрашивать. Сказал мне король. Умолкни. Он же спрашивает. И я замолчал. О тысячелетнем царстве поговорим завтра.